В Москве все большую популярность набирает древняя техника живописи Эбру – рисование на воде. По мнению специалистов, занятия Эбру оказывают расслабляющий эффект, развивают воображение, моторику и творческое начало. Девушки из молодежного клуба Стмэгги Джуниор окунулись в таинственный мир искусства и овладели древнейшей техникой рисования. Эбру – это техника рисования на воде в один прием. В переводе с фарси означает «облако». По одной из версий она появилась в Индии, через персию попала в Османскую империю. Европейцы ее называют «турецкой бумагой». Эта техника прекрасна именно процессом, потому что именно в процессе мы отдыхаем, мы освобождаем свой мозг от каких-либо блоков. Любой человек, который работает в данном методе рисования, он справляется изначально, потому что мы все творцы, и здесь не может что-либо не получиться. Есть несколько видов техники. Самые популярные – батталебру и волны. В первом случае необходимо разбрызгать краску по поверхности воды и перенести рисунок на бумагу. Во втором, плюс ко всему, провести шилом параллельные линии. Очень нравится этот процесс. Он позволяет расслабиться очень сильно, забыть обо всем. Рисунок можно переносить на любую поверхность – бумагу, ткань, дерево. Айсейль Тай решила сделать браслет. Результат впечатлил девушку. Мне очень понравилась такая медитативная техника. Очень приятно. Можно подумать о чем-то своем, глубоком. Мы сегодня не рисуем, мы отдыхаем. Очень, на самом деле, интересно. И ты не можешь предсказать, какой рисунок у тебя получится, допустим, на платке, на рисунке, на шкатулке. И вот этот вот элемент случайности очень увлекает. Эта техника подойдет и новичкам. Главное – не пытаться повторять изображение. Художники предупреждают – точь-в-точь не получится. Я хотела изобразить картину Ван Гога «Ночь», и мне это не очень удалось, потому что там очень-очень много мелких деталей. И еще дело в том, что обязательно нужна была белая краска. А чтобы получить белую краску, нужно не делать фон полностью синим изначально было. Пять часов арт-терапии, как итог, неповторимые рисунки, эксклюзивные браслеты и шкатулки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!